Добрый вечер. В студии Роман Немов. Из-за короны кризиса значительная часть жизни перешла в режим онлайн. Люди теперь в онлайне работают, учатся, совершают покупки. Следом за денежными потоками в интернет переместились и мошенники. О том, как не попасться на уловки обманщиков, здесь и сейчас поговорим с начальником дежурной части УМВД по городу Владимиров, подполковником полиции Юрием Марченко. Юрий, добрый вечер. Добрый вечер, Роман. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 32-43-22 и 32-62-33, код города 49-22. Юрий, скажите, можно ли утверждать, что из-за ограничений, связанных с COVID-19, увеличилось количество преступлений, которые совершаются именно в интернете? Вы знаете, Роман, к счастью, такого роста значительного нет. Такого роста значительного нет, но все-таки доля данного вида преступлений существенна. В течение суток по городу Владимиров совершается от 5 до 10 подобных родных преступлений. И именно в интернете? И именно в интернете. Здесь надо, конечно, разделять направление, это когда интернет-покупки, чей сайт Авито ввела, и категории преступлений, которые вызывают особую у нас сейчас озабоченность, это дистанционные мошенничества или кражи под видом представителей различных сфер банковской деятельности, когда путем манипуляции определенных жителей города Владимира переводят денежные средства. К сожалению, в течение суток перевод по городу Владимир может достигать миллион рублей и выше. Ничего себе. Это сумма внушительная. Очень серьезная сумма. Я просто хочу понять, если сравнивать с тем, что было до начала пандемии и с тем, что происходит сейчас, заметился ли какой-то рост или это все равно какая-то стабильная цифра? Вы знаете, значительного роста нет. Цифра стабильная. Но она все равно достаточная. К слову сказать, в течение, допустим, квартала текущего года было зарегистрировано по городу Владимир 233 таких преступления. А за полтора месяца, апрель-май, их уже 140 плюсом. То есть в итоге 370 преступлений. Еще одна важная тема. Не так давно Роспотребнадзор предупреждал жителей региона о видах мошенничества на волне COVID-19. Это и так называемое платное тестирование на COVID-19, и продажа различных товаров, которые якобы помогают защититься от вируса. И, конечно же, это кража персональных данных на разных сайтах, которые маскируются под сайты государственных учреждений. Были ли такие случаи в нашем городе? Что касается фейковых сайтов госуслуг, у нас часть таких сообщений и заявлений от граждан не поступала. Что касается платных услуг, то тоже не было. Было несколько сообщений, которые потом были загрязнены, как преступления расследоваться. Это отдельные организации нашей медицинской города Владимира попались на уловки мошенников по вопросу приобретения средств защиты масок. Но это единичные случаи. И они относятся к категории чистого обмана. То есть там пообещали предоплату? Выплатили, да. Получили предоплату и пропали. Это не та категория, под которую попадают граждане. То есть не было каких-то мошеннических схем, просто пообещали и пропали. Можно ли попросить вас перечислить основные виды мошенничества, которые на сегодняшний день наиболее распространены во Владимире? Я бы сказал, наиболее озабоченность, наибольшее вызывает мошенничество, как я уже сказал в начале, это путем введения в заблуждение граждан по вопросу перевода денежных средств. То есть когда люди звонят, представляют сотрудниками банка? Да, вот характерный случай. Это звонок осуществляется. Хотел бы напомнить, звонок осуществляется. Вы поднимаете трубку с той стороны. Здравствуйте, я представитель Сбербанка. Причем хотел бы отметить, звонки осуществляются как с мобильных телефонов, так и с астационарных. Есть категория граждан, которые как бы знают о том, что есть такие виды преступления, но предполагают, что должны звонить только с сотового. Если звонят с городского, ну вроде как на самом деле правильно. На самом деле мошенники обладают информационными ресурсами, мониторят и звонят как с городских, так и с мобильных телефонов и соцсвязи. Кроме всего прочего, для пущей подробностей на приобщении вы можете слышать на заднем фоне разговаривающего с вами так называемого сотрудника банка, прям реальную деятельность живого офиса. Там звонят телефоны, факсы работают, скрип, люди ходят в двери. И у граждан складывается реальное ощущение, что это прям реально звонят настоящие работники Сбербанка. И после этого сообщают вам различные суммы. К примеру, могут сообщить вам такую информацию, что Иван Иванович, да здравствуйте, вот понимаете, вот у вас карта Сбербанка, да у меня карта Сбербанка. Вот сейчас в городе Орел у вас там снимают 300 тысяч рублей, надо немедленно заблокировать карту и деньги перевести на запасной резервный счет. Уважаемые граждане, вы когда оформляете карту, вам же договор, контактные телефоны сообщают, что вот этот вот счет, вот он привязан к этой карте, вот этот номер телефона. Никаких резервных счетов не бывает в помине. Но тем не менее люди, к сожалению, пугаются, переводят внушительные средства. Совершенно верно, в этот момент людьми овладевает паника, они, скажем так, коротковременно теряют разум, потому что серьезная сумма 30 тысяч рублей. И, соответственно, после, по требованию мнимого сотрудника Сбербанка, называют номер карты, приходящие СМС-сообщения, коды, обратные три цифры Сбербанкской карты, ну, в общем-то, достаточно для того, чтобы завладеть денежными средствами, которые лежат у вас на счете. Да, они буквально в течение минуты просто пропадают со счета и таким образом. Ну, да, ну, минуты, может быть, нет, потому что осуществляется ряд манипуляций, пересылок сообщений и так далее. Сейчас, с учетом того, что Сбербанк вводит голосовую защиту ваших вкладов, и многие, возможно, уже биологически отставить информацию получали, значит, мошенники идут на следующую ловку, предлагают вам сказать, да, сейчас с вами там робот проговорит, вы проговорите несколько цифр и скажите, то есть, таким образом они получают ваш голос, соответственно, в дальнейшем используют его для снятия денежных средств. То есть, мошенники, они в курсе всех систем защиты, которыми пользуются банки и пытаются всеми способами эти системы обойти. Ну, правильно я понимаю, что если первым действием после поступления таких звонков будет просто положить трубку и перезвонить в банк самому, это будет самое верное решение, чтобы проверить и таким образом не попадешься на ловку в машину. Однозначно, однозначно, это поблагодарить, сказать спасибо, положить трубку. С другой стороны, на каждой банковской карте, с обратной стороны, телефон службы поддержки. Наберите этот телефон, даже если он будет занят в какой-то момент, наберите еще раз, свяжитесь, уточните, были переводы, не были переводы. Значит, и в этом... Для самоуспокоения, не надо, главное, паниковать. Я вот, что хотел уточнить, не так давно, каких-то пять лет назад, львиная доля таких преступлений совершалась буквально в местах лишения свободы. То есть, была распространена такая схема, что вот как раз занимались, назовем это употребимым, вот это слово, разводом, да, потерпевших, обманом потерпевших, люди, которые находились в местах лишения свободы. Но там и другие были схемы попроще, и говорили, что там ваш сын попал в больницу, или там... Такие преступления остались, или сейчас мошенники, скажем так, перешли на новый уровень? Вы правы, Роман, мошенники перешли на новый уровень. Я хотел бы отметить, что это не единичный человек, который сидит, это хорошо отлаженный, как вы сказали правильно, преступная организация, которая имеет в своем штате психологов, имеет людей, которые умеют общаться с гражданами по телефону, располагают информационными ресурсами, базами данных и всем остальным прочим. И основная задача зала денежными средствами, шутка ли сказать, в 2018 году, в 2018 году, ущерб нанесенный, я сейчас скажу, ущерб нанесенный жителям города Владимир, составлял около 9-10 миллионов в 2018 году. В 2019 году эта сумма поднялась до 19 миллионов рублей. Я вам пример сегодняшний привел, за вчерашние сутки миллион с лишним было переведено. То есть растет? Растет, на самом деле растет. И вот я уже как бы третий раз уступаю в этом квартале на телевидении, в том числе второй раз на вашем, и хотел бы гражданам сказать, что не будьте безрассудными. Прежде чем осуществлять какие-то манипуляции с денежными средствами, нажимать кнопки телефонов, сообщать пин-коды, вы успокойтесь, положите, оцените ситуацию, пообщайтесь с родными, с близкими, наконец соседями. Нет, на крайний случай позвоните в полицию и скажите, вот только что мне позвонили, что мне делать? Вам сообщат, как правильно поступить. Но в любом случае, сиюминутные движения нельзя осуществлять. Наш телефон 32-43-22 и 32-62-33. Если у вас есть вопросы, звоните и задавайте их. Код города 49-22. Из любого города нашей области можно позвонить и задать свой вопрос нашему гостю. И в завершении вот этой темы, очень важной, о которой мы сейчас говорим, я правильно понимаю, что эти преступления, они сложны с точки зрения расследования, с точки зрения собирания доказательной базы. Но тем не менее, просто в качестве примера, если примеры, когда, как вы говорили, подобные преступные группировки накрываются. И, насколько я понимаю, ведь здесь речь идет, скажем так, о взаимодействии разных отделов полиции в разных городах, потому что это расследование общероссийское. Они же не у Владимира, как правило, эти мошенники находятся. Но я хотел бы сказать гражданам, что если, вот, к примеру, вам звонят с номера, который определяется как московский, это не означает, что вам звонят с Москвы. Звонок может осуществляться, скажем, с города Сочи, а денежные средства могут быть сняты через 5-10 минут в городе Магадане. Причем это не схема переложить из кармана в карман, с телефона на телефон, она многоступенчатая. Деньги с вашего счета уходят на сотовый телефон одного оператора, потом на Киви кошелек, затем еще на какой-нибудь счет, потом снова на телефон и уже обналичиваются, как я уже сказал, в городе Магадане. Поэтому раскрываемость такого вида преступления, она, не скажу, что гигантская, но сотрудники полиции этим занимаются, и преступные группы к ответственности привлекаются. Но надо понимать, насколько это трудно. И вы правильно заметили, что к этому подключаются все эти реальные дела, где человек перевел деньги, где деньги были обналичены. Ну, самый свежий пример. Я не буду раскрывать оперативно-значимые комбинации, потому что это не тема этого эфира, и это лежит в плоскости оперативно-зрастной деятельности. Но я хочу сказать, что данный вид преступления раскрывается. Раскрывается. Еще одна тема, довольно-таки свежая. После того, как президент заявил о выделении 10 тысяч рублей семьям с детьми, в интернете тут же появились так называемые сайты-двойники, которые маскируются под сайт госуслуг. И я предлагаю прямо сейчас еще раз напомнить зрителям о том, как киберпреступники пытаются нас обмануть, ну а затем немного поговорим об этом. После введения Владимиром Путиным детских пособий активизировались киберпреступники. В интернете стали появляться фейковые сайты. Они имитируют портал госуслуг, на котором и подается заявка на получение пособия. Мошенники могут украсть средства, получив доступ к номеру счета. Во Владимирском отделении Центробанка уточнили, что в названиях фейковых сайтов часто встречаются определенные слова. Госуслуги, выплаты, ковид-выплаты, пособия. Заявку на выплату в 10 тысяч рублей необходимо подавать на официальном портале госуслуг по адресу госуслуги.ру. Никакие комиссии за перевод пособия на счет не предусмотрены. Есть несколько вариантов оформления выплаты. Подать заявление можно удаленно, без суеты, спешки и очередей, через портал государственных и муниципальных услуг. Либо обратившись в любую клиентскую службу, пенсионную фонду с подачей заявления. Но с учетом действия мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, сделать это можно будет по предварительной записи. Начальник дежурной части МВД по городу Владимир, подполковник полиции Юрий Марченко у нас сегодня в гостях. И мы с ним говорим о интернет-мошенничествах. Вот это вот мошенничество с поддельными сайтами госуслуг. Ажиотаж был невероятный после того, как президент выступил и рассказал о том, что правительство выделяет по 10 тысяч рублей для семьи с детьми. Официальный сайт госуслуг, буквально в смысле, как говорят интернет-специалисты, лег от наплыва сообщений. Тут же мошенники активизировались. У меня сразу же вопрос, наши земляки не попались на эту уловку? К счастью, на эту уловку наши земляки не попались. Но я хотел бы сказать, что поддельные так называемые фейковые сайты, они существовали, в общем-то, и до этого. Сайт госуслуг, как лакомый кусок, стал приманкой, но это, скажем так, где-то по городу Москве. А во Владимире данных случаев не зафиксировано. Вы говорите, что распространенная схема с поддельными сайтами. Я же правильно понимаю, вы обмолвались об этом, что распространенное мошенничество с сайтами частных объявлений, продажей, с самыми популярными в стране, Авито, Юла, это один из самых частых способов обмана. Когда у людей выманивают деньги, приводят их на клоны сайтов объявлений. Я не скажу, что они занимаются значительной частью, но они встречаются часто. Наряду с мошенничеством, которым я сказал, поддельные сайты Юла, выставление мнимых картинок, мнимых фотографий, неправильных телефонов, ссылок на счета, куда переводят деньги, они распространены. Я правильно понимаю, что мошенники-то, в общем, ничего нового не выдумывают и просто пользуются информационной шумихой. Подложные сайты, рассылка о повещении в социальных сетях и мессенджерах, это распространенные схемы. Просто они, скажем так, следуют за информационной повесткой и придумывают новые схемы, но используют старые способы. Да, все правильно, потому что основная задача преступников – это обогащение за счет, скажем так, некой безалаберности или, скажем так, ненадлежащего отношения наших граждан к сохранению своих денежных средств. И на самом деле подстраиваются своевременно, как я уже сказал, они же ситуацию мониторивают, понимают, о чем говорят, как будут получаться денежные средства, в каком объеме денежные средства будут получаться. Опять же, возвращаясь к сказанному, практически мгновенно они перестроились и роботы, которые стали получать граждане оповещения, скажите роботу несколько цифр, вперед, назад. То есть, то же самое, что требуют в банках при регистрации вашего голоса, то же самое по телефону требуют мошенники. То есть, оперативное реагирование у них, в общем-то, на уровне стоит. Но здесь основной момент тот, что банк, принимая ваши вклады, в общем-то, гарантирует их защиту. И прежде чем куда-то перевести, надо понимать, что банку абсолютно не нужны ваши персональные данные, имя, фамилия, отчество, телефоны, пин-коды. Он и так все это знает. Ну, в общем, да. В общем, да, он вам открывал счет. И зачем сотрудник службы безопасности, так называемому, ним звонить вам днем, вечером, там в обед, или когда вы заняты, и спрашивать, как вас зовут, отдайте нам номер карты, отдайте нам пин-код, смс-коприлет, когда им достаточно просто заблокировать ваши денежные средства. Нет, ну, учитывая, что большое количество было похищений информационных различных баз, номерами телефонов, именами, фамилиями, вот из личного опыта мне несколько раз звонили интернет-мошенники, как раз вот то, о чем вы говорите, представлялись сотрудниками разных банков, мне почему-то Альфа-банк, вот мне так повезло, а и ко мне обращались по имени-отчеству. Все правильно. То есть, они знали, то есть, они кому звонят, то есть, к сожалению, много баз таких похищены. А вот подобные преступления, они тоже чисты, да, вот когда похищают личные данные, номера телефонов, паспортные данные, пытаются их каким-то образом вымыть, потому что ведь мошенникам нужны порой не только денежные средства, но и для каких-то мошеннических схем, каких-то более крупных, им нужны настоящие реальные данные людей, которые на самом деле существуют, а не выдумывать их не делают. Ну, персонально, вы, наверное, помните в прошлогодний скандал со Сбербанком, да, в Москве, когда продал сотрудник Сбербанка базу, да, он же не две, не три, не десять единиц продал, он же миллионы практически, да. Возможно, банк принял какие-то меры, но информация все-таки была распространена за определенную сумму, да, плюс у нас существуют телефонные справочники, которые никто не отменял в интернете. Есть программы, которые при установке и при общении с вами могут считывать, как вы записаны в телефоне, к примеру. Значит, помимо всего прочего, есть так называемый обзвон, скажем, обзвон за месяц, да, за два, за три, за полтора, там, за полторы недели вам с какого-нибудь, значит, телефона звонят, представляют, ну, грубо говоря, какой-то компании, Сбербанк, которые предлагают услуги. Вы в это время не... Или просто, может быть, опрос какой-нибудь социальный. Да, опрос, вы знаете, социальный опрос, или вообще, да, Сбербанк, вы понимаете, у нас тут уникальные предложения, у вас же карта Сбербанка, да, как вам можно обращаться, вообще ничего не подозревать и говорить, Иван, а отчество есть, Иван Васильевич, все, Иван Васильевич, телефон такой-то. Ну, все, и по... Через полтора месяца вы не вспомните, что вам кто-то звонил, но вас уже назвали по имени отчеству, представили Сбербанком, я Сбербанку, у меня как Сбербанк, Ана Васильевич, ну, все, меня расположили к себе. А я правильно понимаю, что вот эти преступные группы, которые занимаются подобными схемами мошенническими, вы сказали, что у них есть психологи, то есть там прописаны алгоритмы, как общаться с потенциальной жертвой, да, то есть там не просто за счет каких-то, не знаю, индивидуальных качеств преступника, но там прописаны алгоритмы, что говорить, как, в какой последовательности. Все правильно. Те случаи, которые, скажем так, преступления, которые раскрыты, и объяснения лиц потерпевших, да, они же говорят о том, что спокойным, уверенным в себе голосом, не вызывающим сомнений абсолютно никакого, без крика, без нажима, начиная с вами разговаривать, через минуту вы устраиваете доверительные отношения, ну, а еще через три минуты вы передаете все свои персональные данные, абсолютно. Если говорить об алгоритмах, можно вас попросить, я понимаю, что это не первый раз вы будете это делать, но тем не менее, дайте, пожалуйста, алгоритм действий вот любому человеку, который пытается обмануть. Как определить, что вас пытаются обмануть мошенники? Как, что нужно делать в обязательном порядке, а чего нельзя делать ни в коем случае? Вы знаете, алгоритм достаточно простой, мы его в начале нашего разговора с вами описали. В любом случае, взять себя в руки и не паниковать. Даже если вам сказали, что у вас только что пропали 500 тысяч рублей. Нет, ну это понятно, Настас, сохранить спокойствие. Но тем не менее, какие-то все равно действия нужно предпринять. Если это звонок по телефону, и вам представляется служба безопасности Сбербанка, могут представиться не службе безопасности, как вы сказали, Альфа-банка, ВТБ и так далее, а просто называть. Мы самые главные службы безопасности, мы курируем все самые службы безопасности, они все нам подчиняются, у нас супероборудование, компьютер, вот мы здесь видим, что у вас такое движение по счету. Здесь с вас сняли, здесь с вас сняли. Значит, нужно в любом случае прекратить разговор, однозначно сказать спасибо, если уж так вы сомневаетесь, прекратить разговор и в обязательном порядке перезвонить по телефону, указанному на обратной стороне карты, телефон службы поддержки того или иного банка, который выпустил вам карту. Этого в принципе достаточно. Следующий момент. При совершении каких-либо покупок быть внимательными, поскольку любой запрос, когда к вам приходит СМС, банк пишет, никому не передавайте код, даже сотруднику банка. Читайте, пожалуйста, эти СМС. Когда вы осуществляете манипуляции. И третий разговор. В обязательном порядке, как только вам позвонили, предложили снять денежные средства, значит, вы их не сняли, в обязательном порядке, оповестите об этом полицию. 112-102. Позвоните, сообщите. Такого-то мне позвонили, сообщили, что у меня снимаются 360 тысяч, значит, я деньги не переводил. Это достаточно для того, чтобы потом, ну, горько не плакать, скажем так. Ну, и это будет достаточно для того, чтобы в полиции начались какие-то оперативные действия. Однозначно. То есть, это уже будет достаточно. В череде одинаковых схем, в том числе тех, о которых мы говорим, порой случаются, ну, скажем так, выпадающие из вот этого одинарного ряда случаи мошенничества. Или, скажем так, уникальные преступления. Я предлагаю прямо сейчас посмотреть видеосправку о том, с какими необычными видами мошенничества столкнулись наши земляки за последнее время. Во Владимире вынесен приговор мошенникам, незаконно оформившим грант на развитие сельского хозяйства. Фермеры и его пособницы получили 1 миллион 350 тысяч рублей на приобретение животных и потратили эти деньги на личные нужды. Во Владимире судят мужчину за продажу горшка с фальшивым золотом. 30-летний житель Московской области предложил жителю Судогодского района приобрести монеты из желтого и серого металлов. Он сказал, что нашел их в глиняном горшке при строительстве дома. Потерпевший за эту находку заплатил мошеннику 150 тысяч рублей. Позже мужчина понял, что монеты фальшивые и экспертиза это подтвердила. В Гусь-Хрустальном поймали мошенника, предсказывающего будущее. 52-летний житель Гусь-Хрустального убедил знакомую женщину, что на ней есть порча. За чистку ауры клиентка заплатила мошеннику 35 тысяч рублей и отдала три золотых кольца. Зафиксирован и еще один способ нажиться на доверчивых людях – через интернет. В мессенджерах и соцсетях во Владимире мошенники распространяли ложную информацию о щенках Хаски, которым якобы нужны хозяева. Собак предлагали забрать бесплатно. Нужно было только позвонить по номеру телефона, который исчислился как мошеннический. Юрий, я хочу спросить, меня интересует эта история с золотыми монетами. Она как-то особенно выбивается из ряда вон. Это какая-то уникальная история или это распространенная в последнее время в случае мошенничество? Нет, она не является уникальной. Она и по центральному телевидению были сюжеты, и по Москве, и по стране в целом. Когда мнимые строители, купив китайские монеты, царские червонцы и так далее, предлагали жителям города Владимир приобрести якобы на стройке. К сожалению, люди покупались на это и приобретали монеты. Ну, как в известном всем фильме говорится, покуда есть на свете дураки, их обмануть нам стало быть с руки. О чем еще хочется поговорить? Еще одна тема, связанная с коронавирусом. Мы так или иначе все равно к ней будем возвращаться. Еще в середине апреля МВД предупреждало о поддельной смс-рассылке про взимание штрафов за нарушение режима самоизоляции на основании геолокации. То есть, якобы мы обнаружили, что вы нарушаете режим самоизоляции, ну-ка быстро заплатите деньги. То есть, по стране прокатилась такая волна, у нас было предупреждение со стороны регионального управления МВД. И вопрос, были ли такие случаи у нас в Владимире или все-таки предупреждение сработало? Таких случаев, к счастью, не было. Скорее всего, сработало предупреждение, ну и люди были посознательнее, скажем так. Тем более, что до этого и у МВД России по Владимирской области, и по центральному эфиру, с учетом, если смотрели, с учетом практики Москвы, то есть, они уже заранее предупредили, что мошенники нацелились на это. И, скорее всего, граждан это остановило. Ну, я все время, знаете, о чем пытаюсь, что пытаюсь понять? Ведь порою вот эти мошеннические схемы, ну, они настолько очевидны. Как так получается, что люди все-таки становятся жертвами мошенников? То есть, тут, с одной стороны, скажем так, тонкая психология обманщиков, да, работает. Или это, опять же, страх людей, или, вот, например, как в случае с монетами, это алчность. То есть, если вот немножко философски посмотреть на все это, как вы думаете, почему так происходит? Ну, прям смотришь и думаешь, ну, господи, ну, как вы попались-то? А попадаются? Ну, вот, по последним случаям, вы понимаете, значит, я уже сказал, я уже три раза был на телевидении, да, с учетом регионального МЧС рассылка была, почти 500 тысяч абонентов получили сообщение МЧС, с учетом, что распространены случаи мошенничества. И, тем не менее, люди попадаются, но при общении, вот, к сожалению, при общении с людьми устанавливают, что, да, я слышал, у меня соседи говорили, у меня родственники, но фраза порой, она, ну, убивает. Я не знал, что это настолько близко. А, то есть, люди не предполагают, что это распространено? Ну, это где-то, это вот соседи, соседний подъезд, соседний дом, двор, ну, чтобы как бы меня коснулось, ну, я как бы знаю. А когда дело доходит до разговора с мошенниками, все, вы снимаете деньги и переводите их. Ну, как белый лист, да, в голове, и люди забывают, попадаются на улочку. А из года в год жертвами мошенников, к сожалению, становятся чаще всего пожилые люди. И я, насколько помню, буквально в марте ваши коллеги проводили профилактический рейд, обходили квартиры, предупреждали, рассказывали о случаях мошенничества, предупреждали, что делать, но сейчас пандемия, насколько я понимаю, это невозможно, да. Ведется ли какая-то работа, не знаю, в интернете, онлайн, какие способы сейчас именно в профилактической работе вы используете? Да, к счастью, мы, к сожалению, в марте коронавирус остановил эту работу. Но, причем, хочу сказать, к счастью, все-таки личное общение сотрудников полиции с гражданами, оно как-то в памяти откладывается, впечатляется, и ты хотя бы помнишь тему разговора. Сюжет могут посмотреть, могут не посмотреть. Как я уже сказал, смс-ку могут прочитать, могут не прочитать, к сожалению. Поэтому личное общение, оно как бы лучше. Но с учетом нынешней ситуации, да, УНВД России контактирует с администрацией, через администрации с КТОСами, через КТОСы со старшими подъездов. Кроме всего прочего, через администрацию, опять же, контактируем с нашими учреждениями здравоохранения, с главными врачами, чтобы работу проводили на местах. Ну то есть вы как там просите, там распространить в чатах домов там сообщения какие-то? Кстати, чат и домов, они же так очень распространены, очень, кстати, мгновенная информация доходит. То есть эффективный способ он тоже используется? Да, есть плюс. Ну, конечно, если в доме есть этот самый чат, если там житель в это время был в доме или не находился за пределами Владимирской области, по какой-то причине уехал и сюда не попадал. Что касается организаций, то это основной момент сейчас звучит, потому что, к сожалению, у нас сотрудники здравоохранения попадаются и сотрудники банковской сферы, значит, тоже выполняя функции возложенные. Поэтому, тем не менее, попадаются и выясняется, что они ни от своих коллег, ни от кого-то другого этой информацией не владели. Памятуя о том, что пандемия, все-таки не могу не спросить, как сейчас сказались ли ограничения по коронавирусу на работе личного состава, хватает ли средств индивидуальной защиты в полиции, и как, в принципе, вообще организована вот эта работа в условиях пандемии? Нормативно-правовая база МВД России обязывает нас работать в любых условиях, в том числе и повышенная готовность связи с коронавирусом, никаких ограничений по приему или реагированию на заявления и сообщения граждан нет. Что касается средств индивидуальной защиты, то данные требования выполняются строго, поскольку мы руководствуемся в постановлении правительств Российской Федерации, указания МВД России, маски, перчатки, все остальное прочее в достаточном количестве имеется. Личный состав проверяется, там, не знаю, при заступлении на дежурство? Конечно, да, мониторинг термиметрии. То есть это в обязательном порядке? Да, обязательно в порядке. Юрий, спасибо большое вам за ответ на вопросы, что вы пришли и рассказали об этом. Я надеюсь, что это поможет нашим телезрителям не попасться на уловки мошенников. О том, как Владимирская полиция борется со старыми и новыми видами мошенничества, нам рассказал начальник дежурной части МВД по городу Владимиру, подполковник полиции Юрий Марченко. Ну а я, Роман Невов, желаю всем хороших выходных. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин